Перчашки, масочки, одноразовые, санидайзер. Разметка есть? Разметка, да. Пока эпидобстановка в регионе остается острой, антиковидные правила ведения торговли принципиальны для исполнения. Есть ли разметка дистанцирования, все ли продавцы и покупатели в масках и перчатках? Установлен ли рециркулятор воздуха в торговом зале? И замеряют ли сотрудники ежедневно температуру? Соблюдение требований Роспотребнадзора в магазинах и торговых центрах на постоянном контроле местных властей. Проверки проводятся сотрудниками администрации на плановой основе ежедневно. В случае выявления нарушений мы отправляем документы в Управление гражданской защиты. С марта месяца порядка 200 нарушений мы выявили. В каждом районе города за время пандемии выписали порядка 200-250 актов. Часть из них носит предупреждающий характер, остальные ложатся в основу протоколов и направляются в суд. За пренебрежение санитарными нормами предприниматели рискуют получить штраф до 300 тысяч рублей. Это на первый раз. При повторном нарушении сумма вырастет втрое. Желательно, конечно, проводить такие рейды и предупреждать, разъяснять. Потому что в ходе рейдов мы не только выявляем нарушительную, но и проводим разъяснительную работу и с населением, и с сотрудниками объектов потребительского рынка. Стоит отметить, что каждодневные выезды административных комиссий приносят плоды. По сравнению с весенними месяцами сейчас все реже можно встретить нарушителей. На это и рассчитана работа городских властей. Мы это с пониманием относимся, потому что, в принципе, никому болеть из нас неохотно. И во вторую волну мы видим также, что люди более относятся к этому, уходят все маски. То есть сейчас с пониманием относятся, никто не ругается, одевают, заходят маски. Профилактические рейды по объектам потребительского рынка в Самаре будут продолжаться. Гульфия Сафина, Сергей Баскин. События.